Циркулирующие сегодня теории зависимости вообще и зависимости от компьютерных игр, в частности, особенности, являются, ну, какими-то фантастически убогими и неинтересными, и, самое главное, не дающими ни человеку, ни геймеру никаких перспектив в жизни. Ну, например, сейчас модно обсуждать теорию Скиннера, которая, в общем, по сути своей, не очень сильно отличается от теории условных рефлексов Иоанна Петровича Павлова. Смысл объяснения заключается в том, что человек, продвигаясь по уровням компьютерной игры, получает маленькие подкрепления или поглаживания, как сказал бы Скиннер, и за счет этих постоянных подкреплений начинает формироваться зависимость, потому что в жизни этих подкреплений оказывается гораздо меньше. Но как с помощью этой теории можно ответить на вопрос, почему человек выбирает разные подкрепления? Один – покупку красивой одежды в магазине, другой – поездку за рубеж, третий – компьютерную игру. Я имею в виду, на самом деле, самые банальные, что ни на есть, подкрепления, потому что, конечно, бывают и куда более сложные формы получения удовольствия в жизни. Есть теория Михая Чексент-Михаи, румынского психолога, которая связана с понятием поток, то есть созданием для человека некоторых условий, в которых он испытывает полную вовлеченность и полное счастье. Во-первых, поток – это не очень новое понятие, так и хочется вспомнить китайское дао. Во-вторых, вопрос тот же самый. Почему у части людей поток возникает от шахматной игры, у кого-то от рисования собственных картин, у кого-то от посещения музея или того же самого морского побережья? В чем разница между всеми этими людьми и геймерами, которые круглые сутки напролет, песна, еды, учебы и работы, да, играют в компьютерные игры? Именно это называется зависимостью. Каким образом именно специфика компьютерной игры способна осуществить эту вовлеченность и включить этот поток, все равно остается где-то за гранью рассуждения психолога. Все еще хуже обстоит, если брать отечественную психиатрию и наркологию, призванную заниматься зависимостями. Здесь все банально до механицизма. Грубо говоря, для современного отечественного психиатра в проблеме зависимости виноват компьютер. И виноват он ровно потому, что монотонное зрительное раздражение вызывает повышенное возбуждение нервной системы. А повышенное возбуждение нервной системы, в свою очередь, вызывает обострение некого дремлющего в человеке психического заболевания. Чего-то вроде шизофрении. То есть в некомпьютерной игры существует одна личность, а в компьютерной игре другая. Вот вам и расщепление. И поэтому, в общем, геймеров все чаще и чаще, если они обращаются к врачам, начинают лечить лекарствами от шизофрении. Что, в общем, ничем хорошим для геймера обычно не кончается. И снова, личность человека, играющего, здесь как бы полностью отсутствует. Складывается такое впечатление, что не человек приходит к компьютеру и садится за экран и начинает играть в игру, а страшная компьютерная игра преследует его, скрывается за углом, нападает и вызывает тем самым психическое расстройство. Вот эту самую зону мотивов почему-то не принимает в расчет никто. И я думаю, что связано это с одним главным и абсолютно ни на чем не обоснованным посылом, который действует сегодня в том, что, по крайней мере, именует себя в нашей стране научной психологией или психиатрией. Это некоторое требование, чтобы человек жил исключительно и только сознательной, исключительно и только рациональной жизнью. Вот здесь начинается расхождение моих размышлений с размышлениями упомянутых авторов, начиная с того же Скиннера. Дело в том, что я сторонник старинной гипотезы, вообще-то принадлежащей античному философу Платону. Воскрешенный и очень тщательно прописанный для мира потребительского французским философом Жаном Бодрияром в книге «Символические обмены смерти» в далеком 1976 году. Суть этой гипотезы заключается в том, что человек испытывает зависимость только по отношению к тем факторам внешней среды, которые подменяют что-то важное в человеческой психике. Платон впервые назвал такую подмену «симулякром». Если говорить честно, то я знаю только одну работу, всерьез исследующую психологию компьютерной зависимости с этой точки зрения. Это тоже работа не новая. Это небольшая по объему книга, написанная Игорем Владимировичем Бурлаковым, психологом, которая называется «Гомогеймер», и которая вышла в свет Божий в 2003 году, ровно 10 лет тому назад. Бурлаков в этой книжке исходит из одной очень важной мысли. Если человек не осознает причин, по которым он увлечен тем или иным видом деятельности, значит, эти причины кроются в его бессознательном, в глубине его души, в символах его психики. И в своих размышлениях автор опирается на представление Карла Юнга об архетипах коллективного бессознательного. А архетипы – это базовые образы, которые так или иначе имеют отношение к каждому человеку. Это образы, которые не могут быть до конца нарисованы, описаны или определены в своем изначальном виде. Но, тем не менее, они являются как бы осью огромного количества внутренних образов, образов мечтаний, сновидений. Ну, возьмем, для примера, архетип матери. Ну, вот как бы, наверное, каждому из нас известно, что мужчина ищет себе в партнерше, женщину, в чем-то похожую на его мать. Но, на самом деле, мы не ищем буквального сходства. И вот эта вот схожесть с матерью, она будет весьма и весьма относительной. Но, тем не менее, образы наших партнерш, наших любимых женщин, все будут смутно чем-то похожи друг на друга. И вот на этот вот центральный образ матери молодого человека, который он хранит в своей душе. Я не буду дальше продолжать, потому что каждый может почитать про архетипы самостоятельно. Но Юнг еще утверждал, что человек в жизни не может руководствоваться одним лишь сознательным разумом. Любая попытка исключительно разумом переварить, как-то реагировать, исправиться с трудностями окружающего мира, приводит к поражению, если вообще не приводит к безумию. Человеку обязательно нужна некоторая деятельность, которая не имеет отношения к выгоде, к прагматизму, к рассудку, к разуму. Ну, собственно говоря, видов деятельности таких огромное количество. Нет никаких рациональных мотивов для того, чтобы пойти, не знаю, на выставку Пикассо в музее имени Пушкина. Нет никаких рациональных мотивов, чтобы идти слушать симфонию. В общем, Юнг утверждал, что все психические болезни – это вторжение бессознательной сферы в разум в ответ на попытку его категорически отрицать. В некотором смысле другие зависимости – пьянство или наркотики – тоже являются своего рода компенсацией. Это подмена, ошибочная попытка личности найти способ остаться наедине с собственным бессознательным. Ну, скажем, на Востоке такие попытки в самом широком смысле называют медитациями. Да, самая традиционная форма псевдомедитации в России – это пьянство. Вообще, когда мы говорим о зависимости от компьютерных игр, мы говорим не о всех играх вообще, а, как правило, говорим о так называемых думообразных играх – ходилках, стрелялках или шутерах. Ну, я, наверное, не стану повторять, что к августу 1996 года было продано больше двух миллионов копий игры Doom, из-за чего ей было присуждено звание самой популярной компьютерной игры всех времен, появился поджанр игр, которые стали клоны Doom. Я просто это, наверное, для тех, кто посещает компьютерные ресурсы, вещи совершенно очевидны. Собственно, по большей части, не всегда, но по большей части, когда мы говорим о зависимости от компьютерных игр, мы говорим именно о думообразных играх. Так вот, изучая именно думообразные игры, Игорь Владимирович Бурлаков обнаружил или обозначил существование крайне важного архетипа или архетипического образа, и это образ лабиринта. Потому что именно по принципу лабиринта построена думообразная игра. Значит, для того, чтобы понять, что же в общем, в чем же суть компьютерной зависимости, мы должны понять, какую роль лабиринта или архетип лабиринта, образ лабиринта играет в человеческой жизни. Ну, я думаю, что все помнят миф о Минотавре, повествующий от Тисеи и Ариадни, которая помогла герою найти выход из лабиринта. Я взял с собой еще одну книжку. Это знаменитая книжка Германа Керна «Лабиринты мира», собственно, благодаря которой и интерес к феномену лабиринта и в садово-парковой архитектуре, и в архитектуре развлечений вновь вернул свою популярность. Хотя схема лабиринта встречается с времен неолита. Почему это происходит? Ну вот, если вы задумаетесь, то, наверное, легко поймете, что лабиринт – это одна из главных метафор, или один из главных образов человеческой жизни вообще. Мы, когда разговариваем друг с другом о жизни, мы обычно говорим не о жизни вообще, а о жизненном пути. Мы говорим, что вот этот человек приближается к концу своего жизненного пути. Мы говорим о кривой дорожке, которую выбрал тот или иной персонаж, или наоборот, о прямой и ясной дороге в жизнь. Да и другие метафоры лабиринта мы постоянно используем в повседневной речи. Как только жизнь становится непростой, мы все время вспоминаем и само слово «лабиринт», и, конечно же, его тупики. Тупик, жизненный тупик, наверное, сегодня одна из самых распространенных метафор в разговорах вообще. Я уже не говорю о том, что минотавры мы тоже вспоминаем постоянно, потому что людей, которые мешают нам двигаться по жизненному пути, мы с удовольствием между собой именуем то чудовищами, то животными. И бессознательно, возможно, вспоминая как раз этот самый образ. Так или иначе, наверное, очень многим из вас приходилось проходить через реальные, построенные садово-парковые лабиринты. У них, вне всякого сомнения, есть центр. И как бы мы надеемся, что, пройдя через этот лабиринт, мы обретем некое сокровище. То же самое, в общем, происходит и в конце шутера. То есть игрок, проходя через уровень, добивается какой-то своей цели. Ну, я не знаю. Например, возвращается на место царя. Или становится героем, побеждая противников в войне. Вот, например, собор в Шартре. Знаменитый средневековый готический собор. Это типичные примеры использования символа лабиринта христианства. Ну, и, в общем, совсем не случайно, что классическое изображение лабиринта, как, между прочим, и основа моделирования думообразной игры, строится на основе правильного креста. Да-да, я пытаюсь сказать или пытаюсь утверждать, что лабиринт думообразной игры, по которому следует герой, это лабиринт, который чем-то похож на лабиринты, нарисованные на полу христианских храмов. Вот посмотрите, какая интересная вещь. Ведь не может быть реальной задачи, например, пройти по лабиринту, который расположен по ковре. Ну, в смысле, ковер можно пересечь продольно и сразу перейти к алтарю. Зачем в христианских храмах нужен лабиринт? Ну, вот я покажу вам еще один рисунок, из которого видно, зачем он использовался и используется до сих пор. По нему надо двигаться на коленях или просто медленно ходить, повторяя молитву. Таким образом, очень легко понять, что на самом деле мы имеем дело не с внешним лабиринтом, а с внутренним. Человек, который двигается по лабиринту, на самом деле остается наедине с самим собой и с собственными мыслями. Лабиринт – это такая возможность дать человеку поразмышлять и подумать. Я хочу сказать, что подлинный лабиринт, он расположен не снаружи, не на ковре и не в садово-парковой архитектуре. Подлинный лабиринт, тот самый лабиринт с тупиками и чудовищами, и минотаврами которого мы сталкиваемся, расположен у нас внутри, в нашем собственном воображении. Между прочим, довольно многие исследователи сновидений, в частности Арнольд Миндл, знаменитый трансперсональный психолог, утверждали, что в сновидениях конкретного человека нам снятся не разные случайные пространства, а характерная для каждого индивидуальная структура. Что-то похожее на дом или замок. Ну, естественно, садом, парком, реками на этой территории. Компьютерные игры становятся подменой структуры наших собственных размышлений. Ну, правда, потому что, вот если вы задумаетесь, то легко поймете, что большая часть жизненных тупиков, она существует не в реальности, а в нашем отношении к ней. То есть, в наших собственных страхах, в нашей собственной неуверенности, в нашей собственной неспособности принять решение. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, смерть свою найдешь. Вот вам и тупики. Если вы прямо сейчас закроете глаза и попробуете представить себе, как выглядит размышление человека, пытающегося принять решение, то вы поймете, что в сущности ваше собственное внутреннее пространство похоже на некоторый лабиринт, в котором мы почти физически натыкаемся на тупики, в темноте вспыхивают какие-то чудовища, какие-то страхи, или мелькают какие-то ложные выходы и воспоминания. В общем, сам процесс нашего последовательного мышления за закрытыми глазами, видимо, и строится по принципу лабиринта. Этого, кстати, нет. Этой мысли, кстати говоря, нет в книжке Бурлакова. Наверное, каждому из нас в этих наших внутренних лабиринтах мыслей предстоит обнаружить смысл своего существования. Только это немного скучно, потому что ни восточным медитациям нас никто не учил с детства, ни самому процессу размышления, вот этому блужданию по внутреннему лабиринту тоже нас никто не учил. Мы делать этого не умеем. И поэтому так часто жалуемся на скуку. И каждый из вас легко поймет, что чем строить лабиринт собственного воображения, учиться разбираться в себе и находить в его тупиках в снах и в блужданиях элементы собственного бессознательного, то есть собирать себя в этом лабиринте мыслей, гораздо проще воспользоваться лабиринтом увлекательным, который построил какой-то другой человек. Поэтому я хочу сказать, что игра на виртуальную игру есть подмена систематического мышления о себе. Подмена ровно того, что мы называем самопознанием. Потому что вместо самопознания нам, конечно, гораздо проще путешествовать в готовом лабиринте сказок. Тем более и в лабиринте жизни, и в реальности. И в лабиринте собственного внутреннего мира, размышлений. Нас ждут опасности. Как минимум, возможность ошибиться. Правда? А в лабиринте виртуальном реальных опасностей гораздо меньше. Вот мы и впадаем в поток. Дело в том, что запутанность, бессмысленность современной жизни, особенно для молодого человека, в общем, приводит к чувству беспомощности, беззащитности перед этим самым процессом жизни. А думообразная игра позволяет, как бы создает иллюзию контроля. В этом мире ты все можешь контролировать. Мы, конечно же, хотим достичь контроля над своими собственными мыслями и страхами. Я уверен, что это их подобие мы расстреливаем в компьютерной игре. Подобие собственных страхов. Подобие своего ощущения, что мы не справимся с жизнью. Короче говоря, я хочу сказать, что человек должен, кроме внешних и готовых лабиринтов, и, главным образом, вместо лабиринтов виртуальных, должен научиться выстраивать лабиринты внутренние, собственные. Я хочу сказать, что создатели думообразных игр, сами разрабатывающие лабиринты этих уровней, как правило, не имеют зависимости от других компьютерных игр. Я хочу сказать, что нужно, кроме виртуальной игры, и кроме путешествий по реальным лабиринтам где-нибудь в Европе, нужно учиться путешествовать по лабиринтам нашим собственным, внутренним. И, конечно, я не могу не сказать, что в нашей радиопрограмме «Серебряные нити», идущей по Радио России, есть формат «Радиотеатр фантазии», в которой мы много путешествуем по разным всяким лабиринтам. Мы путешествовали по лабиринтам волшебного города, совсем недавно по лабиринту волшебного острова. И записи всех этих передач есть в сети интернет. А почему я об этом сейчас говорю? Потому что это некоторые модели виртуального воображаемого лабиринта, внутренней воображаемой игры, с помощью которой человек может научиться, например, концентрироваться на своих желаниях и эффективно их исполнять. И если эта игра станет для вас увлекательной, игра в воображаемые лабиринты или в построении лабиринтах в настольных играх, то, ну, по крайней мере, степень вашей увлеченности думообразными играми на экране компьютера очень быстро выпадет. Причем, как вам сказать, я не считаю вовсе, что от этого нужно избавляться, поскольку, на самом деле, бегство от внутреннего собственного лабиринта это, вне всякого сомнения, бегство из его тупиков. И поэтому думообразная игра может быть помощником. Она может избавлять от напряжения и стресса от разочарования. И самое главное от уколов и убить самолюбие, поскольку там можно от них избавиться. Правда? Тоже. Ведь именно поэтому мы начинаем убивать виртуальных врагов. Главный вопрос зависимости это не полное исключение фактора, который вызвал зависимость из жизни, а контроль над ним. Тот самый контроль. Как бы увлекаетесь вы построением лабиринтов внутренних? Увлекаетесь вы разрешением загадок, например, ролевых игр? Очень люблю ролевые игры современные. У вас появляется мера контроля по отношению к думообразным играм, потому что вы начинаете преодоление каких-то лабиринтов в собственном уме. Вот, собственно, и так как я неоднократно это наблюдал, то я совершенно убежден. И так как я неоднократно делал такие эксперименты, я совершенно убежден, что как только вас увлекают иные игровые лабиринты, требующие ваших собственных размышлений, а не быстроты реакции. Своё отношение к думообразным играм вы начинаете с лёгкостью контролировать. с лёгкостью и так далее. Продолжение следует...